Артур Хейли. Классика для всех. Артур Хейли родился в Лутоне, графства Бетфоршир, 5 апреля 1920 года. В школе он был отличником, много читал и писал заметки в местную газету. Однако школу Артуру пришлось бросить. У его родителей не было денег, чтобы оплачивать дальнейшее обучение, а конкурс на единственную стипендию был проигран. Три года ему приходится работать мальчиком на побегушках. В этот же период он заканчивает курсы стенографии и машинописи, которые пригодились ему в будущем. В 19 лет Хейли записывается в Королевский ВВС. Он хотел стать летчиком, но отсутствие у него образования привело к тому, что ему отказали. Однако позже Артур сумел получить офицерский чин и, пройдя подготовку в Канаде, стал пилотом. В 1945 году его отправляют на литературные курсы в Англию, и после окончания войны он решает перебраться в Канаду. Писательская карьера Хейли началась в 1955 году со сценария «Опасный полет», который был куплен Канадской радиовещательной корпорацией и стал большим хитом. После автор продолжил писать для нескольких шоу. В 1959 году он адаптировал свой телеспектакль, выпустив первый роман «Клиника. Анатомия жизни». Всего Хейли написал 11 книг. Я предлагаю вам подборку самых известных произведений автора. Аэропорт В 2023 году исполнилось 55 лет роману-бестселлеру «Аэропорт», который был написан в 1968 году в жанре производственного романа. Произведение рассказывает о жизни аэропорта и о людях, работающих там, живущих рядом и просто отправляющихся в путешествия. И независимо от того, о чем этот роман, он всегда наполнен документальной информацией. Автор говорил, что проводил целые исследования перед тем, как взяться за написание романа. Порой это занимало целый год. Сюжет романа является полностью вымышленным. И тем не менее жизнь аэропорта, терминология, показания приборов самолетов вполне реальны. Аэропорта имени Линкольна, описанного в книге, не существует. Но есть подобные ему в Чикаго и Сан-Франциско, Нью-Йорке и Майами. На борту самолета прогремел взрыв. Поэтому необходима срочная посадка. Аэропорт отрезан от окружающего мира снежной бури. И посадка практически невозможна. Это не детектив. Это просто повседневная жизнь гигантского аэропорта. Своеобразного маленького мира, в котором люди работают, враждуют, ссорятся, рвутся к успеху. Это просто один день из жизни аэропорта. События романа имеют реальные корни. Истории о крушениях самолетов. Автор использовал многочисленные документальные свидетельства об этих авариях. Аэропорт не получил положительных отзывов от критиков. И тем не менее, книга имела коммерческий успех среди читателей. 64 недели она была в списке бестселлеров Нью-Йорк Таймс. 30 из которых занимало первое место. Аэропорт стал самым продаваемым романом 1968 года. В СССР книга пользовалась фантастической популярностью. На русском языке роман «Аэропорт» появился в 1971 году в переводе Кудрявцевой и Озерской. Он был опубликован в журнале «Иностранная литература» в номерах 8, 9 и 10. Возник настоящий бум. И люди просто гонялись за свежим номером журнала «Иностранная литература», желая прочитать продолжение романа. Под впечатлением от романа Хейли даже был снят первый советский фильм-катастрофа «Экипаж». Аэропорт – роман очень яркий и интересный. Он мастерски написан правильным литературным языком, легко читается и надолго запоминается. Книга захватила меня полностью, увлекла с первых страниц и уже не отпускала до финала. Это потрясающее чтение. Настоящая литература, поднимающая и раскрывающая близкие каждому темы семьи, любви, одиночества, ответственности, решительности и профессионализма. Окончательный диагноз. Это больница. Больница, в которой кипит жизнь. Здесь лечат людей. И не просто лечат, а спасают. Но это ли главное в мире больницы? В мире, где плетут интриги и дружат одновременно, рискуют и предают, влюбляются и теряют любовь, изменяют, сражаются, просто живут. Потому что жизнь – это, как говорится, окончательный диагноз. Минялы. Мир, где кроме денег не существует ничего. Нет, есть, конечно, многое. Любовь и дружба, измены и предательство. Но важно ли это для современных менял, профессиональных банкиров? Люди могут интриговать, лгать, красть, ломать свои и чужие жизни. Это не имеет ровно никакого значения, пока стоит финансовая империя. Колеса. Одна из современных империй – бизнес-империя. Мир гигантской автомобильной компании. Мир, подобный совершенному, безупречному механизму. Но каждый из винтиков этого сложного механизма прежде всего человек. Человек, подверженный бурным страстям, жажде любви и успеха, денег и власти, страстям, которые переплетают людские судьбы, в немыслимый клубок интриг, почти что дворцовых, в своей тонкой изощренности. Перегрузка. Бывают моменты, когда жизнь нарушает свой нормальный привычный ход и обращается в дикий, нарастающий круговорот событий, захватывающих в свою орбиту множество людей. Профессионалов, совершающих немыслимое, чтобы предотвратить последствия страшной катастрофы. Политиков, рвущихся к власти, равнодушных чужой трагедии. Проходимцев, уловивших запах больших денег. И террористов, использующих любой шанс. Это перегрузка. Перегрузка, которая вот-вот разразится взрывом. Вечерние новости Что такое вечерние новости? Как поется в старой песне «Смерть на автодорогах», «Смерть на авиатрассах». Горит мир, горят страны. Что за кадром вечерних новостей? Все как всегда. Мелкие интриги и мелочные обиды, большие проблемы и большие чувства. Продолжается жизнь. А значит и шоу. Вы думаете, это страшно? Нет. Это обычная профессия сильных мужчин и красивых женщин. Просто работа. Просто судьба. Профессионалы играют в смерть и жизнь. Сильно действующее лекарство. Хорошие врачи не могут быть абсолютно честными, чтобы не потерять большую любовь, чтобы избежать вечных неприятностей, чтобы не страдать и не мучиться из-за чужой боли. Врачи становятся героями, людьми, находящими выход из безвыходных ситуаций. Потому что мужество врача – это самое сильнодействующее лекарство. Отель. Здесь делаются карьеры, разбиваются сердца, совершаются сделки и зарабатываются деньги. Здесь просто живут. Артур Хейли проводил долгий сбор фактов и их анализ. Для отеля он прочитал 27 книг о гостиничном бизнесе. Писатель почти всегда год тратил на работу с сюжетом. Шесть месяцев делал заметки, черновые записи и, как результат, около полутора лет писал книгу. Такая кропотливая работа – залог успеха. Книги Хейли переведены на 38 языков и проданы тиражом 160 миллионов экземпляров. Многие книги не раз становились бестселлерами в списке Нью-Йорк Таймс. Некоторые произведения были экранизированы, например, «Отель» и «Аэропорт». Субтитры создавали, «Отель» и «Аэропорт». «Отель». Произведение были экранизированы, добры сетены. Продолжение следует...» «Отель» «